приветствую ребята пришло время узнать правду сегодня я покажу вам то что скрыто а вы узнаете то о чем боялись спросить и не могли найти ответ сегодня мы протестируем лайон аккумулятор на настоящем морозе минус 18 градусов и самое главное проведем замер сколько же все-таки процентов емкости теряет аккумулятор на морозе поехали в прошлом своем видеоролике я поинтересовал своих подписчиков вас ребята как же собственно провести эксперимент чтобы получить максимально точные результаты то есть нам нужна стабильная нагрузка и стабильная температура и очень здорово николай денисов прямо написал что нужно использовать холодильник конкретно морозильную камеру то есть ней конкретно вот моем холодильнике минус 18 градусов сейчас настроена и температура на всем протяжении эксперимента будет стабильно то есть даже если аккумулятор пойдет нагрев компрессор холодильника все равно будет держать камере 18 градусов минус 18 это очень хорошо а вторую температуру плюс 4 около нуля я решил взять просто в охлаждающей камере где плюсовая то есть там стабильно плюс 4 градуса и александр гонзо опять же пожелал чтобы я провел этот эксперимент с аккумулятором от белой сибири да я использовал тот аккумулятор который стоит моем самокате вать сибири на которыми катался все это лето это тот самый аккумулятор который я утопил в реке сына в котором растворились контакты которые я восстанавливал после этого но самое главное что мы знаем про этот аккумулятор что у него честно отдаваемая емкость 12 с половиной ампер часов но для чистоты эксперимента я буду вам говорить цифры ватт-часах честно отдаваемая емкость аккумулятора вот этого зелененького которого сейчас видите 605-610 ватт-часов в зависимости от каких-то разных условиях которых уже просто отловить невозможно то есть я перед началом эксперимента снова прогнал его при комнатной температуре ватт-метров и результат у меня получился 605 но летом когда я проводил эксперимент и весной было где-то около 610-615 то есть ну может быть конечно немножко стареет но сейчас не об этом вот этому аккумулятору ровный год у него дата производства 11 месяц 2019 а сейчас идет 11 месяц 2020 и так именно на этом аккумуляторе я провел эксперимент двух частях первая часть при плюс 4 2 при минус 18 это заняло значительно больше времени чем я планировал потому что процесс охлаждения здоровый батарейки которая весит 5 килограмм это довольно длительно это около 12 часов и чтобы быть максимально точными я аккумулятор и оставлял холодильнике ровно на сутки прежде чем начать и эксперимент то есть я полностью зарядил батарею положил холодильник плюс 4 градуса затем вы его опять же так как мне посоветовали через резиночку которая находится здесь справа резиночка которая собственно дверь герметизирует это магнитные резинки по периметру двери холодильника через них оказалось очень удобно выводить провод то есть не надо ничего сверлить колхозе вот через эту резиночку вывел провод собрал настоящий тестировочный стенд из той электроплитки которую вы могли видеть моих предыдущих видеороликов это электроплитка с открытой спиралью примерно 1950 года я переделал напряжение 60 70 вольт то есть сейчас розетка 220 нельзя включать но собственно мне она нужна именно для эксперимента и ребята забыл вам сказать сам эксперимент я решил проведить на мощности где-то 300 350 ватт потому что по моим летним замерам мощности которые проводил на самокате на одном и на другом мощности 300-350 ватт достаточно ехать по ровной прямой дороге при полной загрузке на самокате со скоростью примерно опять же 30 километров в час это более чем достаточно поэтому 30 километров в час мы берем нормальную среднюю скорость и это мощность 300 350 ватт именно такой мощностью я провел эксперимент после того как прошли сутки аккумулятор был охлажден полностью до плюс четырех градусов я даже померил его жидкостным термометром но на всякий случай вдруг там стоят такие батареи которые сами себя начнут подогревать вот у меня же все-таки премиум техника от white сибири правильно премиум тех премиум тех собрал собственно схему для того чтобы мощность довести до 350 ватт с учетом падения напряжения на батареи я использовал еще утюг то есть была нагрузка электроплитка плюс утюг общая мощность при начале заряда составила 350 ватт но как вы догадываетесь напряжение то сразу просядет все-таки батарея охлажденная итак эксперимент был запущен вы можете видеть частные грани ватт-метр сразу же я заметил что охлажденная до четырех градусов батарея упала напряжение до 52 вольт то есть прямо мгновенно то есть при нагрузке 320 330 ватт это 6 и целых две десятых ампера то напряжение упало до 52 вольт а в течение следующих двух минут она уже упала до 51 через 10 минут эксперимента напряжение уже составляла 50 вольт и тут я начал беспокоиться что что-то идет не так потому что потому что слишком быстрое падение напряжение как мне на тот момент показалось тем не менее за 10 минут испытания аккумулятор уже выдал 10 процентов своей елкости то есть 56 ватт-часов это очень хорошо спустя полтора часа после начала теста аккумулятор выдал уже 460 ватта напряжение просела до 44 с половиной вольт тут я в принципе заметил что все хорошо то есть полная разрядка аккумулятора планировать за два часа и за час 50 был уже 535 ватт-часов соответственно напряжение просела мощность под моей нагрузкой нагрузка же фиксированная она упала до 250 ватт но даже эта мощность 250 ватт как мои летние замеры показали вполне достаточно для движения со скоростью где-то 25 километров то есть все идет по плану и так у нас интересует конкретный результат и сейчас мы к нему подойдем ребята прошу обратить внимание что окончательное напряжение конечная я брал не 41 вольт а как вы помните 41 вольт это напряжение при котором самокат уже перестает ехать а я рассчитывал на за на конкретно на отсечку бмс поэтому моих тестах и берется вся рабочий весь рабочий диапазон аккумулятора то есть вплоть до отсечки бмс это я сделал потому чтобы было все честно и справедливо дело в том что зимние летний тест этого аккумулятора на полную емкость я проводил именно до отсечки бмс потому что если проводить до 41 вольта когда отключается самокат то емкость будет не вся еще где-то около нескольких процентов добавляется пока вот напряжение спускается ниже 41 вольта до 36 или до 34 как вы можете сейчас видеть через час 57 через 1 час 57 минут от начала эксперимента 566 566 ватт-часов аккумулятор нам выдал весь тест длился 1 час 58 и за это время 567 ватт-часов нам выдал аккумулятор кто считает что это плохо кто считает что это хорошо давайте просто возьмем калькулятор и получившийся результат более конкретно более объективно рассмотрим и так при температуре плюс 4 градуса наш аккумулятор выдал 568 ватт-часов из 610 сколько же это процентов так если полная мощность у нас 610 ватт то один процент это 61 ватт окей значит на 610 вычитаем 568 ватт получаем 42 ватта мы потеряли то есть это реальных потери а в процентах это будет 61 6 8 6 целых восемь десятых процентов реальная потеря и емкости аккумулятор при температуре плюс 4 градуса и кто считает что это хорошо то считает что это плохо любые ваши мнения за счет обязательно напишите потому что мне это интересно как я уже говорил на такой температуре несколько раз катался на своих самокатах и помните я вам сказал что я не замечаю никого падения дальности 6 процентов 7 это реально мало чтобы это заметить теперь вы точно знаете 7 процентов при температуре плюс 4 но я же не зря затевал эксперимент у меня одна эта цифра не устраивает то есть нужно более подробно следующая часть эксперимента была проведена уже при температуре минус 18 градусов для этого мне аккумулятор пришлось переложить уже в морозилку морозилку тоже выдержать его сутки еще раз проверить жидкостным градусником сколько он покажет мне пришлось взять иконный градусник потому что минус отрицательный диапазон есть только на комом градусниками на комнатном нету и так ребята я охладил батарею ровно до минус 18 градусов морозилки и запустил тест сразу скажу то что вы сейчас увидите удивило даже меня но тем не менее процесс пошел сразу же я как я дал нагрузку на аккумулятор напряжение в течение первой минуты упала ниже 47 вольт как вы сейчас можете видеть на экране нагрузка в 300 ватт соответственно стала падать уронила напряжение на батарее ниже 47 вольт честно говоря вот поначалу меня этот результат испугал потому что меня сложилось впечатление что все сейчас батарейка сядет и наверное бы она так и произошло если бы мощность у нас было больше но я же вам сказал что принципиально буду использовать мощность 300 ватт и под такой нагрузкой аккумулятор все-таки не ушел сразу же в отсечку то есть плата защиты его не отрубила но здесь очень важный момент ребята если бы я использую максимальную нагрузку там 800 ватт который у меня забирает самокат то скорее всего ничего бы не получилось то есть работала бы защита батареи и она вы просто выключилась потому что банки охлажденные до температуры минус 18 градусов реально просеяли мощность то есть видите сейчас на экране прошла одна минута напряжение уже 46 вольт но не все так просто конечно же через пять минут от начала теста напряжение упало до 45 вольт а затем начало происходить то что я совсем никак не ожидал увидеть вы сейчас наверно тоже выявить я подходил смотреть тест периодически и даже выключал камеру ну просто чтоб тупо не снимать как падает вниз напряжение так понятно что она падает но ребятушки через 8 минут через 10 минут через 8 через 10 от начала теста напряжение стало расти смотрите внимательно на показания ваттметра похоже что 10 минут под нагрузкой в 300 ватт при температуре минус 18 батарейка стала прогреваться что-то там ней электроны как-то собрались на с мыслями там договорились друг с другом давайте мы вывезем и напряжение стало тупо подниматься вверх то есть она сначала упала до 45 вольт а уже через 9 минут от начала теста стала 46 то есть она стала расти вместе с этим стала расти выдаваемая мощность то есть она стала приближаться к 300 ваттам через 37 минут от начала теста напряжение поднялось уже до 47 вольт и выдаваемая мощность стала 310 ватт в аккумуляторе в этот момент явно что-то происходило то есть сейчас на реле в соболев если посмотрит этот видос скажет если я так и знал у нас же самая классная техника белой сибири у нас же у нас же как это называется премиум класс чего вы хотите подумаешь какие-то минус 18 вот вам результат напряжение стало расти то есть очевидно ребята что то произошло температура минус 18 а мощность равно выдается кроме того напряжение растет и росло примерно до 50 минут с начала эксперимента затем оно начало плавно снижаться через полтора часа от начала эксперимента ток составлял 6 ампер мощность 260 ватт и напряжение 43 3 но тут надо понимать что это напряжение под нагрузкой охлажденной батареи за это время она уже смогла выдать 439 ватт часов понимаете да то есть никаких 50 процентов потери мощности здесь речи вообще не может быть то есть батарейка реально работает меня как инженеры конечно интересует и сам процесс и финальные цифры поэтому я вам так подробно рассказываю да мне нужно получить финальный результат поэтому я смотрел конкретно цифры 500 ватт часов батарея охлажденная до минус 18 отдала через час 45 минут то есть один час 45 минут под нагрузкой в среднем 300 ватт получился 500 ватт часов это уже 80 процентов от емкости ребята да то есть батарея реально работает ну что же было дальше 500 ватт часов напряжение было 41 вольт то есть принципе еще разрядка идет когда цифры на ваттметре стали приближаться к 530 ватт я уже понял что возможно сложится такая ситуация что батарейка выдаст точно такую же мощность как при минус что и как при плюс четырех градусов и честно говоря ребята я даже немножко надеялся на этот результат потому что но но как я уже говорил я не верю что этим полить его батарея при минус 18 прямо сильно заложает и перестанет работать дело в том что nissan лифа у нас зимой ездят у нас здесь городе перми в районе есть теслы у нас ездят соответственно при минус 30 не тоже ездят точно так же поэтому что-то что-то должно как-то позитивненько быть в этом тесте итак напряжение на батарее 34 вольта с половиной выдава выдалась мощность уже 535 ватт часов емкость и час 54 идет процесс разрядки сейчас должно собственно произойти отрубание батареи уже собственной защитой платы платы бмс и сейчас мы с вами увидим какая мощность все-таки у нас вышло при минус 18 а и мощность у нас получилось внимание 536 ватт часов и сейчас я вам скажу сколько это в процентах 536 ватт часов ребята кто там говорил что литий на морозе не работает вот вам реальные цифры и так 610 ватт часов полной емкости вычитаем 536 которую нам батарея выдала мы потеряли 74 разделить на 6 и 1 от 1 процент мы потеряли 12 процентов честное слово ребята эксперимент был проведен на ваших глазах по вашим рекомендациям с той батареи на которой самокат есть то есть батареи справа 12 процентов от общей емкости батареи мы потеряли при температуре минус 18 и 7 процентов мы потеряли при температуре плюс 4 никакой никакой падение емкости 50 там в 30 процентов вообще речи нет здесь конечно я соглашусь с теми кто мне сейчас напишет что маленькая была нагрузка но ребята давайте оценивать адекватно как я уже сказал 300 ватт а достаточно мощность для движения по прямой 30 километров в час конечно если бы мы сейчас на батарею охлажденную до минус 18 нагрузили нагрузку где-нибудь 600 ватт или 800 то она бы сдулась раньше ну опять же скорее всего нет я думаю что надо просто ушла в защиту а при сбрасывании этой нагрузке и напряжение поднялось и она бы снова стала выдавать емкости и это было бы не честно то есть честное разряд батареи на мой взгляд это мощностью в половине от ее емкости то есть если у нее мощность 600 ватт часов то надо разряжать 300 и так и получается если посчитать даже по емкости это 05 с долговременная разрядка емкость у него 12 12 половина ампер часов я разряжал 6 амперами это 05 тест честно проведен эксперимент и так господа если вы считаете что какие-то нюансы не учел обязательно пишите эти в комментариях я прошу поделиться с я прошу поделиться этим видео потому что как я уже сказал нигде в интернете не находил такого теста сейчас я провел прямо перед вами и вы видите реальные проценты потери все всех благодарю за просмотр дайте мне новые идеи советы рекомендации будем действовать дальше все всем пока пока